Всем бонжур и огромный привет из Парижа! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю о Франции и жизни среди французов. В декабре продолжаю цикл видео про Новый год, про Рождество во Франции, про все, что связано с зимними праздниками во Франции. И сегодня, 31 декабря, мы с вами поговорим о том, как же французы празднуют Новый год. Новый год, к сожалению или к счастью, во Франции является скорее таким придатком Рождества, то есть абсолютно не самым главным праздником зимы, праздником года, как это происходит в России. Я вам рассказывала в предыдущем видео, как французы празднуют Рождество. Подсказка вылезет сейчас вот здесь, кто не видел это видео, обязательно посмотрите, оно получилось очень интересным. И именно Рождество является главным зимним праздником и, в принципе, праздником всего года, который празднуют все французы, вне зависимости от своей религиозной принадлежности, вне зависимости от каких-то своих взглядов, традиций. Так или иначе, Рождество празднуют все. Новый год, в принципе, является таким бедным родственником Рождества, потому что все уже и подарили друг другу подарки, и вкусно поели, и красиво нарядились, и всех уже друг друга поздравили, и, в принципе, на Новый год остается не так много сил. Как правило, весь такой запал уходит у всех именно на Рождество во Франции. И что же из себя представляет, в принципе, Новый год? В Новый год, 31 декабря, в полночь празднуют именно наступление Нового года, который следует за предыдущим. И, конечно, все атрибуты, которые мы привыкли в России видеть на Новый год, на 31 декабря, французы используют именно на Рождество. То есть все, что касается прихода Деда Мороза или французского Пеарнуэля, украшения, елки, подарков, семейных застолий, это все французы оставляют на Рождество. Новый год представляет собой скорее такую вечеринку, в первую очередь, для взрослых, а не для детей. То есть если Рождество – это такой семейный праздник и ориентированный во многом на детей, на подарки для детей, на какие-то увеселения именно для детей или для всей семьи, то в Новый год взрослые оттягиваются по полной. И, как правило, Новый год празднуется уже не с семьей, а именно с друзьями, в компании друзей и празднуются весело. По сути, если Рождество – это такой тихий семейный праздник, то Новый год – это вечеринка года именно для взрослых. То есть дети отправляются спать или отправляются к родственникам, к дедушкам, бабушкам, и свободные взрослые отправляются праздновать. И, конечно, можно праздновать дома, можно праздновать у друзей. Также очень популярно французов праздновать где-нибудь в ресторане или на пароходике. Это все бронируется заранее, рестораны предлагают специальное меню, и все это называется равиом. И это именно вот такая вечеринка с большим количеством алкогольных напитков, естественно, с праздничными блюдами, с музыкой, танцами, с какими-то сумасшествиями. И к этому празднику готовится, наверное, несколько более просто, чем к Рождеству. Наверное, главное, о чем думают – это о том, как же нарядиться. И, конечно, многие журналы, магазины предлагают специальные образы именно для ночи с 31 декабря на 1 января. Самые основные подходы – это либо праздничное платье, как правило, красное, черное или белое, золотое, либо какой-то костюм для мужчин, какие-нибудь яркие, красивые рубашки, костюмы. И подразумевается, что на Новый год все будут красиво одеты, причесаны, накрашены. И лично я привыкла праздновать Новый год на наш российский манер, как мы это делали всегда, когда я жила в России. Для меня Новый год во Франции выглядит достаточно странным. Он больше похож на какой-то поход в ночной клуб, где все одеваются, кричат, веселятся, пьют. И, собственно, основное мероприятие, связанное именно с французским Новым годом, все смотрят на часы в районе 12, то есть никаких курантов, никакого президента, никаких желаний французы не загадывают. И просто смотрят по часам или даже просто по мобильному телефону. И как только наступает 12 ночи, все истошно кричат «Бон-ан-э!», что значит «Бон-ан-э!», есть хорошего года, счастливого года. Это значит, что вот Новый год наступил, и в одну минуту 01 января все истошно кричат, выходят на улицы, обнимаются, поздравляют друг друга, высовываются в окна, аплодируют, поют. В общем, получается такое безумие. И, конечно, многие идут в центр города, на центральную площадь, смотреть салют, поздравляют друг друга. И, в общем, улицы города превращаются в одну такую большую вечеринку, что, конечно, совсем не соответствует нашему российскому восприятию Нового года. И скажу еще немножко от себя. У меня семья получается смешанная. У меня супруг француз, я русская, и мы празднуем Рождество по французским традициям, как это принято во Франции. А Новый год я привношу, так сказать, какие-то свои традиции, свой взгляд. И у нас елка стоит до 31 декабря. И на Рождество французское нам подарки приносят Пэр Ноэль, то есть французский Дед Мороз. А 31 декабря к нам приходит наш русский Дед Мороз и приносит подарки под елку уже из России. И у нас получается, что лично в моей семье мы празднуем и Рождество, и Новый год вместе с елкой, с подарками, с гостями, с семьей. Потому что лично мне такое вот чисто французское празднование Нового года все-таки не близко. Я так и не смогла к нему привыкнуть. Вот такое небольшое видео у меня получилось в этот раз про Новый год. Надеюсь, что оно вам понравилось, что вы узнали что-то новое. Пишите в комментариях внизу, как вы празднуете Новый год, празднуете ли вы Рождество, какие подарки вы ждете в этом году, есть ли у вас какое-то заветное желание загадать. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я с вами прощаюсь до следующих новых роликов и увидимся уже в следующем году. Всем au revoir из Парижа и bonne année! Субтитры сделал DimaTorzok